Утро страны! На телерадиоканале Страна ФМ. Добрый день, дорогие друзья! Ну и вот этот момент настал, которого мы ждали в начале предыдущего часа, но дождались в начале нынешнего часа 10.03, практически 0.04 на наших студийных. И у нас в гостях появился замечательный гость, талантливый певец. Ваня Чебанов! Доброе утро! Спасибо, да. Привет, ребят. Сорян за опоздание. Что-то я вроде встал в 7 утра, все рассчитал, но пробки меня повели. Музыкант правильный, да? Вот ты меня сделал так, exactly. Все-таки не певец, все-таки не только. Я пишу все сам, у меня своя студия, я делаю весь продакшн с командой, поэтому все равно я не только певец. Ну как твое утро пятничное, скажи? Слушайте, на самом деле я встаю очень рано, я из тех творческих людей, которые занимаются написанием музыки, каким-то креативом в первой половине дня. Я такой вывел для себя формулу, пробовал разные варианты и ночью, и вечером, и днем. Проба и ошибок, да? Да, в начале того года у меня так получилось, что у меня время на студии, когда мне выделялось, оно было с 9 до часа. У меня не было другого выбора, я думаю, блин, ладно. Как же. Пришлось ездить к 9, и именно в это время я написал самые лучшие свои песни. И понял, что это вот оптимальный такой пик творческий. И сейчас я стараюсь вставать в 8 утра, чтобы в 9 приехать на студию и уже начать работать. И до часу я выключаю все и просто фигачиваю, а потом уже начинаю заниматься другими делами. Какой напрашиваться вывод из этого? Пора заиметь собственную студию. Чтобы не зависеть вот от этих всех сторонних графиков, вот это все. А у меня все, у меня уже есть своя студия. А, то есть подожди, а как же время? Кто тогда время тебе выделяет на своей студии? Нет, это раньше у меня было, я это понял. А, все, все. Теперь картинка сложилась. Да, но я все равно приезжаю к 9 утра, понимаю то, что это будет самым продуктивным. Ваня уже не просто музыкант. Ваня бизнесмен. Ваня, у него видишь все проекты. У которого управляет своим временем. Менедмен, да. Ваня пришел не с пустыми руками, Ваня пришел с премьеры песни и клипа «Наши мысли», которые называются. Расскажи подробнее, что это такое, кто написал, ну прям всю историю. Написал я. Это интересный эксперимент, на самом деле. Эта песня лежала у меня несколько лет. Я понимал, что нужно будет ее выпустить, но времени еще не подходило к этому правильно. Вот, и здесь я почувствовал, мы вместе с командой, с ребятами поняли, что сейчас очень можно, интересно как раз вот перед зимой, перед таким холодным временем выпустить этот трек, и он будет новой ступенью в моем творчестве, потому что он реально привлекает более старшую, наверное, аудиторию. Он получился более глубоким. Сама эта работа стала такой более взрослой для меня, и я, конечно, и по звуку, и по видео пошел на эксперимент с самим собой. И, слава богу, этот эксперимент удался, потому что мы долго делали трек, делали продакшн на него. Затем, когда мы уже сделали трек, стал вопрос, что нужно снимать клипы. У нас сначала была одна идея, такого блокбастера, прям большого киношного, которое требовало большой бюджет, много затрат и всего. А так как уже конец года, и времени осталось не так много, и, в принципе, такого бюджета большого не получилось собрать, вот, мы решили пойти от обратного и просто сделать очень лаконичное видео. Минималистичное. Да, отталкиваясь только от того, что в нем есть я, белое пространство и один стул. То есть мы оттолкнулись от песни, от музыки, от текста, приехали в студию вместе с Валентином Гроссу. Валя, привет, еще раз тебе спасибо. И начали снимать, и вот то, что получилось, это на самом деле очень большой креатив, эксперимент, и, блин, я кайфую, что получилось все именно так. Ну, комфортно себя чувствовал во время съемки? Я комфортно чувствовал, потому что я учился на режиссуре, и я, в принципе, понимаю, что такое... Процесса. Да, что такое театр, когда у тебя есть только черная комната, и ты. Тебе надо что создать. Ты и твои эмоции, да. И здесь для меня тоже был такой вызов, думаю, интересно, ну как. Не все ли я забыл, да, с момента нашей учебы. Вот. Судя по видео и по отзывам, да, видимо, не все забыл. И вот получилось сложить какую-то такую линию в этом клипе и раскрыть даже для себя песню немного с другой стороны. Ну что ж, мы совсем скоро увидим. Да, мы обязательно увидим. Надо проанонсировать и сказать нашей дорогой любимой аудитории. Друзья, если вы хотите Ване задать вопрос, я думаю, что он с удовольствием прокомментирует и ответит на вопросы. У нас есть группа ВКонтакте «Страна.ФМ», отдельный пост прикреплен, комментарии для вас. И WhatsApp Viber 909-928-1-89-9. Задавайте свои вопросы. Что вас интересует? Я вот что хотел спросить тебя, Вань. Многие люди, они вот зависимы, ну, условно, от того, чтобы вокруг них была суета. Ты участвовал в большом количестве музыкальных проектов. Глобальных. Крупных проектов, очень крупных, российских таких, масштабных. Вот. Не скучаешь ли по вот той атмосфере сейчас, когда ты уже самостоятельный музыкант, кто управляет своим временем, как мы выяснили, своей студией обладает и так далее? Чтобы... Вот нет такого желания, чтобы вокруг там суетились гримеры, вот эти все... Вообще глобальный масштабный проект сейчас нужен тебе? Да, я не скучаю, потому что и так, в принципе, после этих проектов, да, там был какой-то период моей подготовки к сольному творчеству. Сейчас все очень хорошо и активно развивается. И, в принципе, со мной всегда есть несколько человек, которые и... Суетят. И на съемках. Но это такая правильная суета. Чего не хватает от этих проектов, это того, что ты... Тебя, точнее, сильнее пинают все время как бы под одно место, чтобы ты еще больше делал, еще больше делал. Сам процесс, да? Да, сам процесс. И именно только на каких-то супербольших мероприятиях ты вот ловишь вот этот уровень волнения. Хоть и всегда я волнуюсь, но в тот момент ты реально выходишь на какой-то новый уровень. Они для меня те же слепые прослушивания на голосе. Я думал, что у меня уже был опыт, я уже до этого участвовал. Я думаю, я выйду, уже примерно понимаю, как что будет происходить. Когда я вышел, это был просто такой прыжок с парашютом, который не раскрывался и потом раскрылся в один момент. Страшно, да? Да, я кайфую всегда от того. Я знаю, что у меня там завтра, допустим, будет серьезное мероприятие, большое выступление. Я думаю, блин, да, да. Я начинаю чувствовать вот это вот... Адреналинчик. Вот оно идет, приходит. Я кайфую от этого момента. Но чем больше я выпускаю своих треков, тем больше становится разных больших мероприятий. Поэтому я думаю, что уже в скором времени... Ну, проекты вообще пройдены на этап уже? Или если что-то появится такое, ты бы опять рискнул? Никогда не буду ставить какое-то табу. На данный момент именно конкурсная история, наверное, да. Но если какие-то интересные будут телевизионные проекты, связанные с музыкой или с чем-то еще, мне всегда нравится себя ставить вот в жесткие условия, чтобы выходить из зоны комфорта и расти, расти, расти. Развиваться. За счет любого конкурса ты реально растешь очень сильно. И от страха, который есть. А может быть, вот едут же к нам товарищи из Китая, из... даже там из Кубы приезжают. Может, тоже махнуть куда-нибудь за бугор и тоже там в голосе поучаствовать, а? Не было такой цели. Не было так точнее сейчас цели такой той аудитории, которая там есть, да. Пока хочется сосредоточиться на... Наших все-таки. Наших ближайших, да, странах. И именно вкладывать там в релизы, в клипы. И сейчас то, что будет происходить в следующем году... Вань, у нас прямо по курсу буквально через 20 секунд... Я думаю, ты опять будешь волноваться. Твое видео и песня, вот, давай представь по... Как ты умеешь, вот, по-чебановски вот так. Как мастер, давай. Ребята, это видео, на мой взгляд, не похоже на большинство тех клипов, которые вы видите. И я буду очень рад, если вы оцените и поймете вообще, о чем там говорится. Слушаем и смотрим. И мысли в потолок Натянута струна И сердце на замок Натянута струна Наши крики Казались тактики Наши встречи Как выстрелы-картечи Разбивали окна Закрывали свечи Черная стена И мысли в пустоте Пацан, навесом сна Ты ангел в темноте Намаешь пополам На счастье день и ночь Читаешь по губам И улетаешь прочь Наши мысли Где-то в тишине замесли Наши крики Казались тактики Наши встречи Как выстрелы-картечи Разбивали окна Закрывали свечи Наши мысли Наши мысли Наши мысли Наши мысли Где-то в тишине замесли Наши крики Казались тактики Наши встречи Как выстрелы-картечи Разбивали окна Разбивали окна Закрывали свечи Наши мысли Наши мысли Наши мысли В студии у нас сегодня И в гостях музыкант Певец Ваня Чабанов Ваня я тебе хочу Сделать комплимент Я уже начала Вне эфира Мы много Видим артистов И у некоторых Очень много помощников Продюсеров А ты получается Все сам Сам пишешь Аранжировки Вот даже сказал Клипы монтируешь Откуда такая самодостаточность Ты изначально Так знал Чего ты хочешь И все умел Изначально Или же есть какой-то Секрет успеха Нет изначально Конечно я ничего не умел Я приехал в Москву Попал на телепроект И как-то Не очень там У меня все удачно складывалось Я дошел до середины Вот Но мне подарили обучение В МГУ Я понял что вот это Мой шанс Остаться в Москве Я начал жить в общаге И в общаге же Сколотил Такую первую студию У меня были колонки Вега Класс Хорош колонки Да Я их поставил на книжки У меня такая была студия И у меня не было Там денег Чтобы мне кто-то писал песни Писал аранжировки Или кто-то вкладывал в меня У меня Как-то я всегда чувствовал Я понимал Что надо сделать Что я хочу сделать И как это сделать И вот я потихоньку Начал писать песни Начал даже продавать их Артистам разным Вот С этого начал зарабатывать деньги Вкладывать там В какие-то первые свои клипы Такие Видеоработы И потихоньку Развивался 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 Просто набирался опытом С каждым треком И Только вот это желание Каждый день Сделать себя лучше Оно Начало давать результаты Я к чему говорю Просто как бывает Позиция у человека Я вокалист Все Это моя работа Больше я ничем не занимаюсь И исполнитель Да Я исполнитель Вот сотрудничает уже Этот ему пишет Этот ему снимает И так далее То есть А ты получается Такой многопрофильный кадр Да Это видимо У меня дедушка Директор завода Понятно Видимо От него Передались Гены того Что я сам Глава Я сам должен Всем управлять И ни на кого Не хочу работать И сам понимаю В принципе Как общаться с людьми И как выстраивать работу Мы знаем Что совсем скоро У тебя выходит Альбом Новый Да Весной Да Расскажи Поподробнее Расскажи Свои свеженькие новости Да На самом деле Я к альбому Был уже готов Достаточно Количество времени Но просто ждал Того момента Когда будет правильно Его запустить И в этом году Действительно У меня произошел Такой скачок Рывок Аудитория начала Очень сильно расти И в принципе Уже Ну я начал чувствовать себя Таким Серьезным артистом У которого Уверенность появилась Да Да Появилась Уверенность И у меня Несколько песен Попали в сериалы На Популярные Причем сериалы На телеканалы Вот И песня Луна Как раз Которая у вас здесь была И такой был мой Ну можно сказать Первый сингл Именно такого Большого самостоятельного Творчества После всех телепроектов Она попала В кино Love Story Режиссер Тодоровский Оно будет Первого В марте Выйдет Следующего года И я понимаю Что от этого Будет очень хороший резонанс Очень хороший всплеск Как раз после этого Этой Премьеры Я сразу буду Выпускать альбом То есть я понял Что да Сейчас у меня Много очень песен Я выбрал сейчас 12 там От 10 до 12 Песен Плюс пара Каких-то Live Или ремиксов Которые я Сделаю Ну в таком Очень близком ключе Чтобы по духу Альбом Звучал одинаково И После премьеры Этого кино Я планирую Его зарелизить А вот ты говорила Ты говоришь Ремиксы Это ты тоже Сам делаешь? Нет Ремиксы Я сам не делаю В плане вообще Продакшена И всей музыкальной Истории У меня есть команда Команда ребят Которые некоторые Даже в других городах Вот Я сам придумываю Всю идею Всю канву То есть я Разбираюсь В музыкальных программах Забиваю Такую рыбу Аранжировки Я не звукорежиссер Но я реально понимаю Как нужно сделать Ориентируешься Чтобы она работала И дальше уже Я ребятам рассылаю Референсы Они мне скидывают Каждой какие-то партии Кто-то что-то придумал И затем я все это Собираю В один микс И начинаю понимать Что лишнее Что убрать Что оставить После этого Я уже записываю голос И дальше со звукорежиссером Мы делаем сведения И мастеринг И вот получается Такой продакшен То же самое можно В принципе делать И с ремиксами Но обычно мы делаем Конкурс ремиксов Потому что пишет Очень много диджеев Ребят И на самом деле Тоже с Луны У нас очень был Крутой такой прорыв И очень крутой ремикс Получился у победителя Он попал В чарт iTunes На пятую строчку В день релиза И этот же ремикс Попал в сериал Улица И да Сейчас он очень сильно В интернете Расходится И с этой песней Еще произошла Более интересная история Есть музыканта Английский Лефлекс Можете послушать Он пишет Много разного музла И артистом большим И он написал В инстаграм Чувак Мне очень понравился Этот трек Пришли мне А капеллу Я хочу сделать Попробовать ремикс Я им отправил Два дня назад А капеллу И он сейчас делает Ух ты Это у меня будет Первый опыт Именно такого Сотрудничества Да Сотрудничества Коллаборации Мирового Да Вот я Выхожу на мировой уровень В плане коллаборации С музыкантом Вот После этого И как раз На запад На запад Западные проекты Большие вокальные Мы еще должны сказать Что Ваня Чабанов Это музыкант и певец Которого журнал Роллинг Стоун Назвал достойным Внимания молодым артистам Да Приятно ли стить тебе? Это было очень приятно Очень неожиданно Но это вот все как раз Началось с Луны Она попала Сама Во все чарты iTunes Apple Music И прям Ее очень много людей Заметило И даже компания Apple Приглашала меня в гости Там познакомиться Как так вот Песня стала популярной Без какого Ты сказала компания Apple Что ты Что ты делаешь С нашим iTunes Вот Я и приехал в гости Познакомился С офисом Apple Music И как раз У нас в формате Этой встречи Было интервью И с Роллинг Стоун И еще с несколькими Крутыми изданиями И затем Они Ну Была такая Я знаю История Что если им понравится И они захотят написать То они напишут Нет так нет И Вот Роллинг Стоун Написали такие строчки И мне конечно Это тоже было таким Очень приятным И важным моментом Я этим горжусь Слушай Глядя на тебя Можно сказать Всем молодым людям Которые начинают Так или иначе Что Надо просто действовать Во всем Да Не ждать у моря погоды А делать 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 И где-нибудь Аукнется Да Сто процентов Делать Понимать Что ты хочешь делать И когда очень тяжело Часто бывает Очень тяжело Знать Что это все равно пройдет И наступит Легшее время Да Все что нас не убивает Делает нас сильнее Круто Если ты сдашься сейчас То от этого легче не станет Расскажи пожалуйста Где тебя В ближайшее время Можно найти Чтобы послушать И посмотреть На твое выступление Да Ближайшие концерты Открытые Будут Это публичные Ну да Публичные Для всех желающих Это будет 31 декабря Кажется В городе Я не помню То ли в Домодедово То ли где-то Такие предприятия Новогодние А 1 января Будет концерт Большой концерт В парке Сокольники Посмотрите В соцсетях Что-то в районе Пяти или шести часов вечера Я не помню точно Поэтому приходите 1 января 1 января Да 1 января Новый год Работа Все в порядке Ты понимаешь Каких тебе люди 1 января придут Счастливые Веселые Будут сползать Через центральный Комптор Косокольники Они днем С бенгальскими огнями Стоят Шести вечера Они уже нормально Будут закладывать Ладно С уголистом Ваня У нас 30 секунд Остается Пожелаешь что-нибудь От души нашим Слушателям Зрителям Тем более Новый год на носу Да Я желаю всем Абсолютно Я в этом году У меня тоже еще Произошел такой момент Я образовал семью Да Женился Да Женился На самом деле Семья очень сбежает Помогает И Новый год Это тот праздник Когда Я действительно Призываю всех И молодежь Хотя я сам никогда Не любил там С родителями что-то Вот Но я призываю всех Встречаться С самыми близкими людьми И это время И новогодние праздники Проводить именно В кругу семьи Ну все Растопил сердце Спасибо большое Тебе за визит Желаем удачи Успехов И с альбомом К нам приходи Спасибо большое Спасибо огромное Спасибо Ваня Чбанов Музыкант Да Артист Артист И певец Вот так Все Пока-пока Отличного дня Спасибо всем большое Не за что